Ну ты же знаешь, Лёш, меня хлебом не кормят, дай поработать. Я ж трудоголик, но сегодня не, никак. Всем доброй ночи, а мы не спим. Сейчас приедет Лёха, будем пить кофе. Время час ночи. А сон нам только снится. Встаю, жду его. Кофеёк взял, сказал, как буду подъезжать, засними меня. Что он там будет сейчас показывать? Фарами, наверное, будут мигать, да? Меня снимать не надо. Ну что, Спартаксила? Сто процентов. О, дальнобойщик приехал. Меня не снимают. Меня не показывали. Еле-еле доехали. И опять вид сзади собаки. Я гуляю. Почти с Доберманом. Доброе утро. Начало недели, начало новых историй. Меня зовут Рома. Это канал будет Ньотбурта. Лето, лето, лето. В Москве лето. Жарко. Сейчас уже 20 градусов. Я немножко заспанный, потому что лёг где-то в час ночи. Надо было сегодня встать пораньше, чтобы выгулить собаку. С утра надо гулять с собакой сейчас, потому что вот 20 градусов. Ей сложно уже находиться на такой погоде. В общем, сегодня у нас по плану действий. Поиск работы также. Нужно скататься в Долгопрудный. Там кое-что забрать. После этого, я надеюсь, доеду до работодателя. Газель Некс. 6 метров. Работа по Межгороду. Работа по ЦФО. Вот, вчера должны были с ним встретиться. Но, честно, вчера были такие проблемы с пробками. Под вечер просто надо было с ним встретиться, но не получилось. Вот, поступило позавчера ещё предложение. Ну, от него я сразу отказался. Работа Москва-Екатеринбург. Машину нужно забрать в Саратове. Работа по Валбересу. В Москве забираешь от 5 до 8 точек, загружаешь сам и везёшь на Екатеринбург. Если хочешь, послезавтра тебя заберут в Саратове. Ты заберёшь машину и начнёшь работать без оформления. Нормально такое предложение? Вот такие вот есть вакансии на рынке труда сейчас. Я сразу же отказался. Вот. Также у меня сегодня будет онлайн-собеседование по моим профессии. Вот. Там ничего. Тоже пока сдвигов никаких нет. Потому что те вакансии, которые нужны, либо морозятся, либо обдумывают, либо просто отказывают. В первую очередь, там тоже не всё так просто. Блин, так хорошо. Москва, зеленушечка. Вчера, короче, мы гуляли с собакой. И он настолько упахался, что просто стоял на одном месте в тенёчке. Зеф, иди сюда. Бедняга. Вот смотрите. Зелена везде, да? Но присутствуют следы человека. Вот как вот так? Оп. Извиняюсь. Короче, приятного просмотра. Это канал Будни Удмурта. Работаем, живём. И шепчем. Да ёб твою. Сефир. Спасибо большое. Спасибо большое. Оооо. Ооо. Я давно не ездил на такси, на котором рефлекторно просто нажимал на педаль. Честно, сейчас я просто немножко запереживал в каких-то моментах. Короче, ехали на такси и я максимально переживал, чтобы мы не притерлись, не врезались никуда. Идем в метро, идем и едем по всем делам моей жены. У меня сегодня вообще тотальная отмена всех моих дел, потому что в какой-то момент она меня попросила ей помочь. Поедем сегодня в Долгопрудный, потом на Арбат. Нам нужна Долгопрудная. Давай на 08. Подожди, это куда он едет? Подпискался или шай. А что такого? Так, 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 обратно. А, ну тут без разницы, по-моему, нет? Неа, не без разницы. Так, разовый билет туда. Да, так, продолжить. Вот, стой, иди сюда. Сам, иди сюда. Так, нужна Долгопрудная. Так, количество билета. Купить. Какой-то умный. Во, мужик. Короче, мы сейчас оплачиваем билеты и поедем на электричке до Долгопрудного. Самир, объясни, пожалуйста, зачем мы едем в Долгопрудный? Мне нужно забрать помпы. Вот какую информацию вы получили, такую же я получил, поэтому просто едем куда-то и все. Скажи, пожалуйста. Два билетика. Пошли. Короче, мы сейчас подошли на перрон, и мы запутались просто, куда нам подойти, либо в сторону Одинцова, либо в сторону Лобни, но логически, если рассуждать, мы же поедем в сторону Лобни. Мы же не в сторону Одинцова поедем вниз, получается. Нам нужно в Долгопрудный на север поехать, поэтому через 3 минуты наша электричка. Вы как это давно не есть, другая электричка. Вы как это давно не есть, другая электричка. Тебе не нравится? Очень. Кто-то хотел, чтобы был бизнес-класс? Или что? Получается, от Тимирязевской до Долгопрудного ехать 26 минут. Я очень переживаю, что я 7 килограмм делаю. Они разрешали образ. А так ни сережек, ни браслеты, ничего они кольцам не делают. Двери закрываются. Следующая остановка Дебунина. Следующая остановка Новодачная. Двери закрываются. По мне, просто нормальный, хороший вагон был. Потому что там есть и зарядное устройство есть, и мягкие сидения. А что еще нужно? Это же... Это же не своя машина. Это же не бизнес-класс. Поэтому пригородные или подмосковные электрички вам лайк. Вроде нормально все. Просто есть завышенные ожидания у кого-то. Да, и есть моя жена, которой не всегда все нравится. А что, куда мы вышли? Нам туда с тобой. Ты уверен? Да. Мы до Карша идем? Нет, мы с тобой сейчас пройдем 15 минут и окажемся в том месте, где нужно получить твои помпы. Окей, хорошо. Хорошо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас попробуем Кстати, кто не был давно в Долгопрудном Посмотрите здесь, какие дома Достаточно дорого-богато Вот эта школа Там, кстати, очень хороший спортзал Фок Фоч Машины тут стоят Там швы торчат Либо кофе Сделано плохо Так, ну что Газельные истории у меня не закончились Продолжайте движение прямо На предприятие, где нужно Отгрузить машину Маршрут перестроен Короче, будни Удмурта На Газели не прекращается Только поменялась машина На каршеринге Все Так, сказали Курилка Курилка Сейчас подъезжаем к диспетчеру Короче, все как Все как всегда Сейчас на загрузку И поедем по своим делам Так, ну что Вот мы на объекте Получается Накладную я получил Сейчас будем ждать Когда ко мне подойдут И дадут мою Запчасть Все очень странно Но Очень интересно Груз был оформлен На меня В итоге Я приехал С женой Даже не знал То, что я сейчас Буду на отгрузке Все Будем ждать Сейчас Нас позовут Самера Конечно Ты меня Подставил Почему? Ну я подошел Просто Я же не знал Что я тут По моим документам Оказывается Товарная накладная На меня Оформлен груз В итоге Он просто Скал Типа Кто будет получать Я напишу Все понятно Просто ты Даже Мне не сказала Что это Типа Промзона Какая-то А я вообще Не знала Я здесь Первый раз Он просто сказал Мне нужно Я тоже Он просто сказал Что мне нужно Написать Кому я это Отгружаю Я такая Окей Без проблем Да ничего страшного Все нормально Разобрались Оплатил Да Все нормально Сейчас будем ждать Вот эти вот ворота Кто-то будет Нас звать Либо просто Сам вынесет Так Ну что Я загрузился Все Поехали Вот у меня Груз мой Все Едем Едем По регионам Будет Увлекательное Путешествие Интересно Сколько я с этим Грузом Буду кататься Неделю Две Интересно Вот это вот Дальнобой Все Поехали Так Все Я загрузился Сейчас Еду По Да Кстати Пристегивайтесь Спасибо Очень хорошо Что напомнили Если мне не изменяет в память Фуром В крайнем левом Нельзя ездить Впереди Камера На 80 Все Мы подкрепили Сейчас едем По другим делам Своей Жены Мы поедем Поедем сейчас В центр города Покажу вам Арбат Покажу вам Смоленку Это для ребят Которые Вообще Не были ни разу В Москве Например Знаю Такие Смотрят Меня Поэтому Как в былые времена Только не на газели Сейчас еду Машина Хавал Хавал Какого-то года Они лохматые Вроде нормальные Но шумоизоляция Плохая Мультимедийная Мультимедийная Система Есть Так Давайте Пока мы стоим В пробке Кто-то зевает Я расскажу вам Про Хавал На котором Сейчас еду Достаточно Нестандартная Машина По мне Просто Мне не нравится Вот эта Торпеда Потому что Это что за Ступеньки Плюс Еще Руль Регулируется Только Вверх Вниз Это Раз Минус Два Минус Это Ступеньки Давай Открыл Не Я открыл Все Потому что Я тебе Крышечку Уже Расшатала Да Спасибо тебе Большое Что Расшатала Крышечку Во-вторых Во-вторых Я сказал Про ступеньки Потише Сделать В-третьих Это Шумоизоляция Потому что Мы сейчас Едем Ну я прям Слышу Гул машины Когда мы Разгоняемся Это Третья Четвертая Но она Сама по себе Такая Из Немного Некачественного Из материала Спасибо большое Пенопласт Вот это Пенопласт Кстати Из пенопласта Сделано Это четвертая Что еще Да вроде Вроде Все нормально Но я Я на ней Не поеду Никуда А кстати Вот подстаканники Почему Здесь сделано Только Один Нормальный Подстаканник Второе Это что Для чего Да Продемонстрируем Да То есть Даже Даже Вода Нет Она Заходит Прикинь Вот это Зашла Вот это Не зашла Значит Да Вот И это Зашла Ладно Просто Подстаканник Подстаканники Нормальный Все хорошо 5 баллов Здесь есть Получается Максимальный Обдув Кондиционер Круговой Обдув Печка Печка Нет клавиш Вот это Вот это Минус И Выключение Машины Да Все Я Я не Автообзорщик Хороший Например Впереди Камера Контроля Перекрестка Если Закрываешь Открываешь Все нормально Видно Все хорошо Ну я не знаю Это просто 4 колеса 5 дверей Я хочу Сказать Одно Что Машина Немного По габаритам Она Большая Но Она как будто Бы неуклюжая Какая-то Вот Потому что Ты ее Водишь Но ты Как сказать Ты ее Не чувствуешь Топорная Топорная Да Спасибо большое Мой ассистент По видеообзору С горем Пополам С горем Пополам Я припарковался Вы только Представьте Что я Минут 40 Искал Место Чтобы Припарковаться В центре Москвы Это было Не то что Сложно Это было Просто Невозможно Потому что Мест нет Пришлось Пришлось Поплутать Немножко Все Оставляем Тебя здесь Так Ну что Я подошел К новому И старому Арбату С левой стороны Старый Арбат Там новый Пойдем Через Старый Старый Арбат Старый Арбат так здесь у нас получается разные сувенирные магазинчики подарки антиквар а здесь у нас получается разные магазинчики с разных стран например либо там аптека вьетнамская кухня например он справа так у нас деловой центр мадрид плаза сейчас проходим мимо знаменитого места которое называется ресторан джигули в 90-х 2000-х я так понимаю что это было популярное место бар ресторан джигули люди кто ходит по арбату гуляет многие хотят зайти в этот ресторан я ни разу здесь не так ну что я вышел на новый арбат здесь достаточно людно чуваки здесь у нас получается аттракционы с правой стороны здесь торговые центры здесь высотки разные они по моему ночью они подсвечиваются такие люди здесь сидят по моему раньше вот здесь была библиотека а ну вот букинист и были качели вот они и вот магазинчик букинист здесь можно купить книги посидеть и почитать так вот здесь ресторан басты проект байн баста и там есть вкусная вареничная там я так понимаю очень вкусные вареники потому что каждый раз каждый раз когда туда либо около этого места прохожу либо там сижу там всегда есть народ сейчас ребят я зайду в любимое место сладкоежек называется пират мармелад здесь короче любой мармелад есть какой вы хотите кислый сладкий большой маленький короче все из мармелада раздают вот такие вот буклеты со скидочками кстати вот это вот магазин bosco весна достаточно красивое место так оформлено наверное не многие знают но вот здесь стейкит изи ресторанчик есть на новом арбате и когда-то вот здесь был стендап клуб номер один кстати он здесь есть всем привет у вас такое было как раз он да здесь есть но владельцы совсем другие ребята сейчас посмотрим туда зайти можно ладно не будем короче напрягать народ заходить рассматривать что там как там короче вот здесь вот был стендап номер один все стендап комики которые вы сейчас видите на разных телеканалах смотрите их стендапы многие стендаперы вот здесь начинали и где-то когда-то даже на открытых микрофонах выступал я с ними такой как саша долгополов жени сидоров потом кто еще грамма марян сергей орлов короче все ребята но многие ребята были здесь ладно пойдем еще гулять дальше это то что нужно хорошая погода я кто-то из женского пола и мы гуляем посмотри в карте так спустя 7 часов спустя 9 часов мы оказались дома хочу сказать что спасибо за просмотр спасибо за лайки спасибо за поддержку я не знаю что там наснимал но что-то самое главное дела все сделали все всем пока всем спасибо хорошего вам вечера спасибо всем женам спасибо за просмотр Продолжение следует...